Всенародно любимое. Режиссер Дмитрий Перкулов поделился профессиональными секретами со студентами Института культуры и искусств. Как снять хорошее кино при скромном бюджете, внимательно слушала и Юлия Вашенина. Ни для кого не секрет, что малобюджетные фильмы, к сожалению, редко производят фурор. Мы привыкли к невероятным спецэффектам и звездным героям, иными словами, к дорогому кино. Тем не менее, есть режиссеры, которые развеивают этот миф. Дмитрий Перкулов один из них. В прошлом году он представил на нашем кинофестивале свою картину «Райские кущи». В этом же году Дмитрий член жюри 11-го Чебоксарского международного кинофестиваля. У вас очень хороший фестиваль. Поверьте, я был на многих фестивалях, не только в России. У вас очень хороший фестиваль. Несмотря на то, что вы считаете, что он бедненький и так далее, это не главное. Здорово, что вы пускаете людей бесплатно в залы. И то, что полные залы народу, вот это самое важное. Серьезный фильм в России требует 2-3 миллиона долларов. Что же касается малобюджетного кино, то тут достаточно 2 миллионов рублей. Хотя сам режиссер признается, деньги здесь не главное. Для начала нужна идея. И откуда берется идея? Берется идея из повседневной жизни. То есть это вы можете открыть какую-нибудь статью, прочесть, вы можете, я не знаю, послушать разговор на автобусной остановке, и он вас, так сказать, воспламенит для написания сценария. На встрече детально разобрали и смету будущего фильма режиссера. Аренда операторской техники, музыкальное оформление ленты, экспедиционные затраты. Стоимость каждого пункта скрупулезно рассчитывается. Если вы снимаете фильм как можно дешевле, вы стараетесь сделать так, чтобы входить в готовые объекты и не тратиться на декорирование. Для современных картин это проще. Полтора часа встречи пролетели незаметно. За это время Дмитрий успел рассказать много интересных историй со съемок своих фильмов. Дал советы начинающим режиссерам. Например, Григорий Петров планирует связать свою жизнь с кино. И признается, эта встреча вдохновила его еще сильнее. Я был удивлен, смейте все это, я не предполагал, что допустим много уходит средств, чтобы оформить звук, то есть фильма, понять. Я понял, в общем-то, что это достаточно трудоемкий процесс, что денег нужно и правда много, и это очень сложно. Конечно, на встрече обсудили далеко не все нюансы создания малобюджетных лент, но главную мысль запомнили все. Чтобы снимать хорошее кино, нужно учиться на хорошем кино. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.